Здравствуйте! С вами выпуск новостей гражданского активизма команды Активатики. И сегодня в новогоднем выпуске нашей программы мы подводим итоги самых значимых событий гражданского активизма за 2017 год. На мой взгляд, самое важное, что произошло с нами в области гражданского активизма в уходящем году, это настоящая президентская кампания Алексея Навального. Ну, посудите сами, в стране была создана целая сеть штабов. Десятки этих штабов работали, невзирая на прямое противодействие властей. Мы все время слышали новости о том, как кого-то из этих властей пытаются арестовать и завести уголовное дело, какие-то штабы были настоящие бандитские нападения, какие-то штабы закрывались и потом открывались снова. И тем не менее команда Леши Навального продолжала пахать и работать. А сам Алексей, как это и полагается нормальному кандидату в президенты, проехал по всей России, собирал многотысячные митинги, это невзирая на прессинг властей. И, собственно говоря, команде удалось самое главное, они зарегистрировались в ЦИК. Но очень жалко, что ЦИК под руководством упахавшейся за 12 лет работы на каком-то загадочном производстве Эллы Панфиловой и отказал в регистрации Алексею Навальному. На мой взгляд, это настоящая трагедия для россиян, потому что, если бы Алексей принял участие в выборах, это дало бы нам надежду прежде всего на сами выборы, во-вторых, на перспективы, на будущее и на какие-то изменения. Но что я могу сказать? То, что ЦИК отказал Алексею, это событие из разряда, конечно, обидных, но не смертельных, которые, наоборот, сделают Алексея и его команду еще сильнее и еще злее. И если раньше у Алексея в основном поддержка довольно мощная после выборов в Москве была в основном столицей, то теперь у Алексея сеть сторонников по всей России. И я думаю, что у команды Навального замечательное будущее. Напомню, что тактика, предложенная Навальным на прошлых выборах «Голосуй за любую партию, кроме жуликов и воров» принесла неожиданно эффективные результаты и вывела на площади многотысячные демонстрации за честные выборы. Сейчас Навальный предлагает новую стратегию – активный бойкот президентских выборов. Посмотрим, какие плоды принесет эта тактика. Вторым важнейшим событием в этом году были, на мой взгляд, выборы муниципальных депутатов в Москве. Сразу в нескольких районах Москвы взяли власть на местах независимые депутаты и триумфально для оппозиции завершились выборы в районах Останкино, Хамовнике, Гагаринском, где ни одного ставленника от «Единой России» не прошло. А в районах Академический, Соколы, Аэропорт, Раменки, Тимирязевский, Тропарёва-Никулина, Измайловский также независимо настроенные кандидаты одержали победу. Для гражданских активистов победа в лице независимых депутатов очень важна. Это делает их работу более эффективной. И, на мой взгляд, сейчас очень важно отметить, что ряд гражданских активистов, таких, например, как Лена Русакова, как Саша Андреева или Юлия Галямина, они смогли добиться депутатских мандатов без каких-либо ресурсов, кроме их гражданской активной работы и кроме поддержки населения. Победу независимым муниципальным депутатам в Москве во многом обеспечил Собянин, когда развернул программу сноса домов, которую красиво назвал программой реновации. Именно это включило в протестную деятельность сотни ранее пассивных, гражданских пассивных москвичей. И, собственно говоря, благодаря, как обычно это бывает, благодаря усилиям российских властей, вот не желая того, они, по сути, спровоцировали организацию мощнейшего протестного движения против сноса домов, против Собянинской реновации. Я напомню, потрясающий многотысячный митинг прошел весной 2017 года, на который вышли тысячи человек, протестуя против Собянинской реновации за сохранение своих домов. И эти люди не только смогли выйти на площадь, эти люди впоследствии стали сами для себя и юристами, и журналистами. Они разработали целые методики, как защитить свой дом и вывести его из программы реновации. И сейчас десятки домов удалось вывести из программы реновации и сохранить эти дома. Но что, мне кажется, наиболее важным итогом является движение за сохранение домов в Москве, это то, что москвичи поняли и убедились, что власть пасует перед по-настоящему активными и организованными гражданами. Еще одним важнейшим гражданским движением в уходящем 2017 году было, конечно же, движение дальнобойщиков. Вообще, это движение очень интересно, потому что, по сути, это первый экономический протест. Потому что, на самом деле, кто такие дальнобойщики? Каждый из них, это, по сути, бизнесмен. Пусть он владеет очень маленьким бизнесом, но, тем не менее, это бизнес, который дает новые рабочие места и создает транспортную инфраструктуру. И, собственно говоря, результаты этого бизнеса, они зависят не от лояльности к властям, они зависят не от того, как хорошо он фальсифицирует выборы или сколько несчастных этих подневольных бюджетников выведет на провластный митинг, они зависят исключительно от его работоспособности и от его персональных качеств. И, собственно говоря, властям очень не нравятся протесты дальнобойщиков, которые прокатились по всей стране. И дальнобойщикам удалось создать очень мощное солидаризированное движение и подключить такие регионы, от которых уж точно никто не ожидал никакой гражданской протестной активности. Вот, например, Дагестан выступил очень мощно, очень красиво заявил о своих правах не платить поборы по системе Платон. И что сделали дальнобойщики в этом году? Они впервые с 1917 года провели всероссийскую стачку. Такого до них не делал никто. Вот почему, собственно, они вызывают у власти такую ненависть, вот почему против них возбуждаются уголовные дела, вот почему Бажутина, лидеры дальнобойщиков, пытаются закатать тюрьму. Собственно говоря, дальнобойщики – это яркий пример мощного экономического протеста, и они затормозили распространение норм Платона на машины меньшей грузоподъемности и добились снижения тарифа почти в два с половиной раза. Еще один очень важный и значимый вид гражданской активности растет прямо на наших глазах. Я имею в виду движение за национальные языки, которое сейчас очень мощно идет в Коми, в Башкирии и в Татарстане. Вот, например, жителям Коми удалось одержать в этом году важную победу. С языком произошла такая история. Чиновники от образования вдруг бросились исполнять желания Путина, который летом сказал, что изучение родных языков, кроме русского, не является приоритетным и вообще должно быть добровольно. Тогда Министерство образования Коми прямо посреди учебного года переводит язык Коми из разряда обязательных, а я замечу, что в Коми их язык является нормальным официальным языком. Вот, представляете себе, Министерство образования переводит язык Коми в разряд необязательных предметов прямо посередине учебного года. Народ возмутился, и все от мала до велика вышли в ноябре на митинг в защиту родного языка. Протестующие заявили, что язык Коми может вообще оказаться исчезающим. И буквально на следующий же день после вот этого митинга дала о себе знать столица республики, и участники конференции Коми народа в Сыктывкаре потребовали вообще отменить приказ Министерства образования и уволить министра образования. Власть трусила и через четыре дня глава республики приостановил действия приказа Министерства образования. Таким образом жители Коми победили и, собственно говоря, одержали победу, вернули себе свой национальный язык. Но что самое важное, вот этот протест за язык, это является первым шагом на пути к конституционному праву на самоопределение. Ну, каковы главные итоги гражданской активности 2017 года? Ну, прежде всего, я считаю, что самый-самый важный итог, что теперь активизм для нас является нормой жизни. Если раньше это была какая-то все-таки довольно экзотическое времяпрепровождение, и считалось, что общественной работой занимаются только те, кому там делать нечего, то теперь ситуация в корне изменилась. Второе. Ширится спектр тем гражданского активизма. Ну, если раньше считалось, что такое гражданский активизм, то есть это всевозможные политические темы, например, темы выборов или экологические, то теперь к гражданскому активизму прибавляются темы и частной собственности, право на частную собственность, прибавляются темы экономические, пожалуйста, пример с дальнобойщиками, и прибавляется вот эта новая тема отстаивания своего национального языка. Третий важный вывод, который я делаю, важный итог – это то, что поменялся портрет активиста. То есть вот еще несколько лет назад все-таки активисты в глазах обывателей были некими маргиналами, которым делать нечего, и вот они там бегают по площадям с плакатами и там требуют неизвестно чего. Так, в общем, теперь эти самые обыватели вынуждены сами защищать свои права, защищать свой дом, защищать свой там малый бизнес и защищать свой родной язык. И, собственно говоря, приятно, что гражданское общество России, оно пробудилось, оно больше не в спячке, и оно развивается, несмотря на очень жесткое давление со стороны власти. И в новом 2018 году я всем нам желаю здоровья и побед! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok